Это одни из первых кадров после частичного обрушения дома по улице Пушкина. Сообщение ОЧС поступило на пульт дежурного в 17 часов 33 минуты. Жители рассказали, что вначале был хлопок, а затем две квартиры на первом и втором этажах просто сложились, как карточный домик. Спасатели прибыли оперативно. Из полуразрушенного дома эвакуировали 7 человек. Двоих нашли под завалами. Это мужчины 20 и 29 лет. У одного ожоги, он был в тяжелом состоянии. Второй отделывался с отрясением мозга и легкими травмами. Обоих госпитализировали в БСМП, сообщают СМИ. Вскоре количество спасателей техники увеличилось почти вдвое. Теперь аварийно-спасательные работы проводили 59 человек и 21 единица техники, считая грейдер, кран, экскаватор и два самосвала. К поиску возможных жертв завала привлекли служебных собак. Как сообщила мэр города Елена Сорокина, эвакуированных жителей дома разместили в ПВР во Дворце молодежи. Она уточнила, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. Однако есть здесь одна тонкость. По словам Елены Сорокиной, чтобы выделить средства на восстановление, необходимо ввести ЧАЭС муниципального характера. Другая же задача – установить причину трагедии. Следователями-криминалистами следственного управления произведен осмотр места происшествия. Обрушены все жильцы многоквартирного дома. Изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизой. Сразу после обрушения дома появилось две основных версии. Первая – взрыв бытового газа. Вторая – взорвавшийся самогонный аппарат. Приоритетности у них пока нет. По официальной информации, цитата, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. Уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратуре Железнодорожного района города Рязани поручено проведение проверки по факту происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание ремонта дома, а также соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации внутридомового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мира реагирования. На следующее утро, 10 декабря, в доме номер 47, корпус 2 по улице Пушкина, эксперты приступили к осмотру всех квартир и коридоров. На наших кадрах видно, что в некоторые из них им приходилось входить буквально силой. А еще отметим экстренную работу по сварке новых труб аварийной службы газа. Тогда же, в субботу, дому вернули отопление, газ, электричество и воду. Мэр Рязани Елена Сорокина заверила, что люди вернутся уже во второй половине дня. Самый большой урон был нанесен четырем квартирам во втором подъезде, соседним с местом происшествия. При поддержке Минсоцзащиты во всех квартирах дома побывала специальная комиссия по оценке возможного ущерба. Впрочем, сами люди уже высказались против восстановления дома 1958 года постройки. По их сломам, его капитально никогда не ремонтировали, но он до сих пор не признан аварийным. В социальных сетях рязанцы отметили, что надеются на правильную экспертизу и расселение всех жильцов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.